Добрый день дорогие друзья! С вами Букинист Орск и прекрасная Ирина, которая не хочет попадать пока в кадр. Сегодня у нас хороший денек, на улице солнышко, и мы решили начать съемки у нас с небольшой экскурсии. Что по нашему магазину, как вообще это все происходило, чтобы вы посмотрели. Мы, в принципе, делали давно, но так быстренько очень все пробежались. А сейчас мы хотим вам показать... Это была зима? Да, тем более зима, тем более там такое вот свето. А здесь мы начнем с улицы, так скажем. Здесь у нас остановка прямо в пяти минутах. Слушай, да, раньше вот здесь все было заросшее. Когда я сюда приехал, 10 лет назад, никто не убирался. Первое, что я сделал сюда, мы пришли в один из воскресных дней. Я взял ножовку и обрезал все кусты, вырезал все деревья. Взял пакеты, собрал, наверное, пакетов 40 мусора. Это здесь были бутылки, ну все, что хочешь. Местные жители здесь определенно так устроили помоечку. Вот здесь это все было. А потом это мы начали отчислять, очищать внешний перил, вот этот вот перил. Здесь было немножко по-другому все, верхних этажей еще не было. Даже вот этого кормыша, где мы наверху, да? Да, да, мансарды, вот если видно, вот там открыто окно. Это самый верх у нас. Вот этот забор был, но он был интересно сделан еврейскими знаками, этими звездой Давида, но потом хозяева, конечно, закрасили. Делали, мы пытались внешнюю рекламу делать. И сел большой букинист вот там. Наверху у нас были там, мы делали этот самый плакат букинист, но пришли дяденьки добрые, тетеньки с администрации и сказали, уберите. Но вопрос, почему это я должен убирать? Пошептались они что-то с хозяином, и хозяин нашего заведения сказал, убери, я не хочу с ними ссориться и так далее. Все вот так вот. Ну, убрали. Бог с ним. Живем мы без внешней рекламы. Наш этаж, вот этот. Нарисовала Ирина на стекле, просто букинист. Здесь надо далеко отойти. Ну, давай отойдем. Это шестая школа, которая в адресе вылазит всегда. И вот оно вверх, вот там. Вот нарисовано это все. Это мы ручками просто сделали. И достаточно это все видно и прекрасно все сделано. Ну, вот такое у нас пространство. Оно находится, ну, практически в центре города. Здесь у нас тут вот школа, там всякий живой район. В принципе, это я вот для иногородников рассказываю. Все. Сейчас у нас сегодня воскресенье, народу мало. Ну, и тут наши хозяева делали всевозможные дисплей-вэнт. Варианты. Да, отделки, скажем так, внешние отделки помещения. Непонятно, это все, конечно, зачем, но бог с ним. Дело хозяйства. С Димой, главное, не работай. Нет, со мной советоваться пытались. Показывали мне варианты, там, торцы книжек какие-то жуткие. И, там, я говорю, а зачем это все, деньги полить и так далее. Ну, сделайте нормально, там. Ну, все, ладно. Свою концепцию никто не хотел. Я никому не лезу. Я тут никто и звать меня никак. Поэтому, как бы, не хочу никому голову выносить там все вот это. Советы какие-то давать. Ну, вот так. Вот это у нас вход в наше пространство. Наши плакаты мы уже сняли. Да, мы убрали, чтобы нас не видно было и не слышно. Не надо это снижать. Нет, мы же закрыли ИП, поэтому... О Букинисту, да, мы закрыли. Поэтому у нас, это я сейчас просто, как гражданин, да, просто могу заниматься своей личной книгой, продавать. Законом это не запрещено. Так, проходим. Это у нас сейчас... Ой, надо свет включить. Надо включить свет. Это у нас вот такой первый этаж. Сейчас я включу свет. Когда мы сюда только заехали, это был год 2010, по-моему. Книг у нас было, вот, наверное, вот два вот этих стеллажа всего-то. И мы шли наверх потихоньку, вот так вот это все заполняли. Хозяева, когда первый раз увидели, сказали, а где ваши книжки, а как их... Размещать. Забрали, да. Давайте как-то это будем закрывать какими-то там... Я сказал, пускай все открыто. Здесь это действительно все время было открыто. Может быть, кто-то воровал что-то, но бог с ним. Ну, а помнишь, журналы у тебя? Журналы это дети воровали. Дети у нас воры. Дети всегда были ворами. Это, извините. Воровали бабушки. Очень приличные. Я одну тогда поймал. У нее вот такую пачку журналов. Бабушка спросила, а что, это не бесплатно разве? Вот, я сказал, нет. Вот такая статья. Убил бабушку. Нет, бабушку, ну зачем убивать? Что у нас еще интересно? Мы вот такие ищем, вот такие люстры, зажигаем в них свечки. Еще вот мы придумывали вот такой вот канат. Зачем этот канат? Это вызов такой своеобразный. Это как вызов джина. Вызов букинист. Да, мы делали. Никто его, конечно, до него не додумывается. Одна бабушка умудрилась порвать этот канат. Я не знаю, какими это силами она сделала. То есть мы рассчитывали, что два человека моей комплекции висеть на нем могут, и он не рвется. Действительно. Но когда я пришел и увидел маленькую бабушку, оборвавшую вот эту канат, ну я уже поверил. Ну ведьма, что Господи. Стрелять хотел Дима бабушка. Ну как, опять же, ну бабушки, да, ведьма, конечно. Это для меня был вот просто разорванный канат толщиной, смотрите, два сантиметра. Ты будешь все это выключать? Пойдем выше. Да, мы сейчас сюда пройдем. Сейчас мы продолжим нашу экскурсию. Вот. Между экскурсиями я вам буду рассказывать в кое-каких книжках. Вот это наш первый этаж. Зарисованный. У нас чемоданы еще, которые мы собираем. Вот, покажи, Ира. Тут еще наши вот такие были, мы делали, когда наши мероприятия. Вот такие ежики. День варенья был. Это ежик в тумане был. Когда мы собираем чемоданы, собираем всякую. Вот такие вот из табуретки делали штучки тоже ангелов. То есть, тут такая помоечка, по сути, но... Она соответствует всему, что вокруг. Да, да, по сути, да. Ну, что делать? Если бы тут было чисто, тут, наверное, было бы скучно. Ну, по-другому бы сделали, собственно говоря. Но здесь все под место, под время, под людей. В принципе... Ковры невероятные. Да, затрат мы сюда особых... Ну, их и нету денег, по сути. А как-то мы вот... Ну, боль на выдумке хитра, во всяком случае. Вот такое радио, например, мы нашли. Ну, то есть, ищем всякие интересные вещички старые и их используем, скажем так, в отделке интерьера. Кто-то сам приходит, приносит. Кто-то приносит нам, да, такие вещички. Поэтому вот тут у нас негр сидел. Из Папье-Маше его хотели... Ну, страшные, конечно, впечатления. А может, мы его на том видео показывали? Возможно, он был. Я уже сейчас не помню. Вот эту вещь расписывали... Сколько он ее, Ковалев? Месяца два. Вот эту вот переписывал раз десять. Вот это оформление. Но это художник в японском стиле он сделал. Поэтому мы и дальше там пошли. Но это уже там рукожокство, конечно, мое. Ну, вот тут каждый сантиметр, это все, что мы делали своими руками, переделывали и устанавливали и так далее. Это пока был первый этаж. Смотрите продолжение нашей экскурсии дальше в наших выпусках. С вами был Букинист Орск с экскурсией по своему магазину.